Всем привет! С вами Кальшахар. Добро пожаловать на мой видеоблог в ютубе. И особая благодарность моим давним подписчикам и постоянным зрителям канала. Если же вы еще не подписались, то специальная кнопочка и колокольчик вам в помощь. Почему? Потому что сегодня мы открываем новую рубрику и называется она «Алло!» Это Эрик Капрарес. Итак, самое шокирующее разоблачение. Именно сегодня, нет, прямо сейчас вы узнаете, кому понравилось зарабатывать на хлеб, присваивая громкие звания в медицине. И почему именно на нее ополчилось сразу 5 бриллиантов компании. Бепик, не пропустите! Академик медицины с дипломом медтехникума. Несколько лет тому назад я уже рассказывал о подобном персонаже, которая везде представлялась директором департамента здравоохранения республики Казахстан. На среднем видео мы узнаем более точную должность. Директор департамента здравоохранения по контролю и качеству республики Казахстан. И оставила эта замечательная женщина свой пост ради того, чтобы перейти в компанию AliveMax. Вот так вот, с должности директора департамента здравоохранения в сетевике. Но сага с Карашаш-Танабаевой, она же Джанабаева, уже в прошлом. Оказалось это в кавычках директор департамента всего лишь инспектором отдела кадров Алматинской поликлиники без всякого медицинского образования. Но народ шел на ее статус как, простите меня, литли, мухи, сами знаете к чему. Это ведь очень круто, согласитесь? Это ведь очень круто, когда ты на себя натягиваешь мантию руководителя органа здравоохранения, а потом заявляешь о своем переходе в MLM, то конечно же и отношение к продукту и к любым рекомендациям становится, ну, просто аксиомой, теоремой, которая не нуждается в доказательстве. Прошло время. Карашаш-Танабаева уже канула в лету, потихонечку занимается своими темными делишками, но вот в Beepic, в той самой компании, в которую я пришел, всерьез и надолго, появилась свой собственный академик медицинских наук. Мало того, что этого не может быть, потому что не может быть, но, конечно же, народ впечатлился. С нами академик. С нами академик медицинских наук. Можно ли сомневаться в рекомендациях, которые такая вот академик раздает налево и направо? К тому же расскажут свой личный результат. Да, кстати, доктор теперь уже медицинских наук академик и врач-эпидемиолог Надежда Андреева показывает свой личный результат, дает информацию о продукте, объясняет, почему нет результата и прочие-прочие-прочие рекомендации исходят из ее уст. И ладно бы, если бы пиарили просто некую Надежду Ивановну, которая получила свой результат. Намного приятнее пиарить академика, эпидемиолога, ну вы меня поняли, да? И что самое печальное, этот самый академик, это самая академика, позиционируется именно на фоне очень любимых мною хэштегов. Это Эля 8 и Экселер 8. Мы решили разобраться, кто это Надежда Андреева и почему она так безапелляционно разбрасывается рекомендациями в отношении продукта, который однозначно работает, который однозначно хороший. Но вот многие моменты продукту приписываются явно не свойственные. Копнули чуть вглубь, оказывается, академик до этого сотрудничала с некой лоховодской под названием «Алмазный рудник МЛМ» и более того, была там лицепрезидентом. Послушал я внимательно рассказы о РАДА ЛАЙФ, расклад маркетинга и обещания, которые сегодня Надежда Ивановна дает в БиЭПе. Давайте разберемся. Надежда Ивановна Андреева. Это сайт экстрамир.ру И она знает об этом сайте, и она знает об этой информации, и никоим образом ее не опровергает. Итак, образование среднее медицинское. Она, оказывается, прогрессор, магистр космоэнергетики. Что такое среднемедицинское образование? Сегодня это, наверное, колледж, медколледж, а в советское время это, простите, медтехнику. Я не помню ни одного академика медицины, которому было бы достаточно закончить всего лишь медицинский техникум. Да, Надежда Ивановна еще и магистр космоэнергетики. А еще она лауреат конкурса целитель. Лучший, при том, целитель, не просто целитель. Лучший целитель последнего десятилетия двадцатого века, третьего тысячелетия. Хотел бы я узнать, кто организатор этого конкурса. Награждена золотой медалью за успехи в народной медицине. Кто учредил? Кто именно учредил эту золотую медаль? И за какие заслуги эта медаль присваивается, что прячется за словами за успехи в народной медицине. Признанный член Академии Проскопических наук. Вот так вот. То есть к медицине тетя имеет но очень опосредованное отношение. Зато точная энергетическая диагностика, оздоровление, гармонизация, причем гармонизация лимфатической, кроменосной и эндокринных систем. С дипломом медицинского техникума наша героиня лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистую, мочеполовую, системы, органы дыхания, опорно-двигательные аппараты, постинсультные состояния. А вот здесь сейчас, наверное, Надежда Ивановна не лжет, она занимается восстановлением ауры и биополя. Это где-то я уже слышал. Тем более, что дальше идет расшифровка. Академик медицины, сейчас внимание, академик медицины, доктор, там где-то проскальзывало, доктор медицинских наук, снимает любые магические воздействия, а может быть, она не только снимает, может быть, она, и заклятие накладывает. Надо разбираться. Экзорцизм. Заинтересована в контактах с целителями восточной медицины, фито- и аромотерапевтами, а также представителями других галактик. Ну, про представителей других галактик, конечно, я уже добавил от себя, но не мог просто-напросто тетку не потроллить. Но вот команда у Надежды Ивановны крутая. Посмотрите, в какой компании она здесь присутствует. Астрологи, биоэнергетики, биоэнерготерапевты, ведуньи, ведьмы, не страшно, волшебники, вирожей, гадалки, знакарки, колдуньи, космоэнергетики, маги-медиумы, нумерологи-провидцы, провицатели, хироманты, шаманы-экстрасенсы, чего-то там, энеологи какие-то и ясновидящие. Так что, уважаемые Наполеоны, министры и всякие разные ведунь, а, да, еще, кстати, академики медицинских наук, доктора, эпидемиологи, ну и так далее. Добро пожаловать в прекрасную компанию. Вы знаете, все это, конечно, добрый стек. Если бы не один момент, знаете какой? Этот человек с видом именно академика медицины проводит, я лично присутствовал, и не только я, многие мои друзья, на невероятном количестве всяких там образовательных курсов для партнеров компаний Beepik, именно в медицинской плоскости, ну и, конечно, к ее мнению прислушиваются беременные женщины, матери, деток с нарушениями центральной нервной системы, обеспокоенные родители, ну а тетя со средним медицинским образованием никому в советах и консультации не отказывают. Делайте вывод сами. Удачи! Ждите продолжения трилогии о академике медицины в самое ближайшее время. С вами был Таль Шахар. Не волнуйтесь, у нас еще для вас припасено очень много новостей. видо, да, эксэриджи